История гидрохимических исследований на Байкале Байкал относится к хорошо изученным в гидрохимическом аспекте водоемам мира. Гидрохимические исследования Байкала и его притоков начались с 1925 года с организации Байкальской экспедиции Академии наук СССР. Первые сведения о химическом составе глубинной воды Байкала получены в 1926 году Франкоменецким, проанализировавшим воду с глубины 1000 метров. Позднее, в 1927 году, в докладе на 4-м международном лимонологическом конгрессе в Риме Верещадин дал более подробную гидрохимическую характеристику вод глубинной области Южного Байкала. Показано, что воды Байкала маломинерализованные, с содержанием солей не более 100 мг на литр. Преобладающими ионами являются гидрокарбонаты, кальций, сульфаты, магний. Приводимые им данные показывали изменения содержания ряда компонентов, таких как кислород, свободная углекислота, кремний и органические вещества в водах озера на больших глубинах. В это же время была предложена схема вертикальной зональности водных масс. Одновременно начато изучение гидрохимии северной части, кузнецов, щербаков, а также притоков озера. Наиболее важные результаты получены в Форж. Воды притоков разделены по составу на два типа. Химический состав их сопоставлен с геологическим строением бассейнов. Отмечено повышение минерализации речных вод в зимний период. Более систематические исследования выполнены Верещагиным и Сидорчевым на реке Селинге. Основное внимание в них уделялось газовому режиму. Следующий этап изучения начался уже после войны, в 1948 году. Под руководством ее нового директора, байкальской экспедиции Толмачева, который, будучи гидрологом-гидрохимиком, инициировал гидрохимические работы и сам участвовал во всех экспедициях по Байкалу. Работы велись по заданию правительственных органов в связи с проектированием Иркутской ГЭС. Программа работ предусматривала изучение гидрохимии вод на продольном разрезе через озеро с отбором проб на ряде постоянных станций от поверхности до дна. Режимные наблюдения в районе поселка Листвянка, изучение наиболее крупных заливов Байкала, реки Ангары, единственного стока из озера, притоков Байкала в их устьевых областях. Результаты исследований обобщены в отчетах, переданных для практического использования. В нескольких статьях, написанных Толмачевым, обсуждается вопрос о сезонных изменениях содержания растворенного кислорода на больших глубинах озера. Рассматриваются вопросы внутреннего водообмена в Байкале. В конце 1940-х – в начале 50-х годов исследованием гидрохимии Байкала активно занимались Ватинцев и Глазунов. Работы Глазунова отличались разносторонностью, оригинальными суждениями, тщательностью сбора и обработки материалов. Он организовал сбор материалов по гидрохимии залива Лесвиничный, истока реки Ангары, главных притоков озера. Им впервые обнаружен поток вод реки Серенгель, распространяющихся в верхней 25-50-метровой зоне глубин в районе Лесвиничного залива. Обобщены результаты исследования гидрохимического режима реки Ангары. Количественно охарактеризован химический сток из Байкала. В последние годы жизни Глазунов посвятил изучению первичной продукции фитопланктона Байкала и Братского водохранилища. Одной из первых работ Батинцева было изучение состава ледовой фазы Байкала. По материалам, собранным в 1948 по 1955 годы, была издана монография Батинцева «Гидрохимия озера Байкал». В ней подробно рассматриваются химический состав воды, вертикальное распределение, сезонные и суточные изменения отдельных компонентов, дается общая гидрохимическая характеристика вод открытого Байкала и основных обособленных участков озера, заливов, бухт. В книге кратко охарактеризованы состав донных отложений и грунтовых растворов. Обсуждается гидрохимическая зональность водных масс озера. Рассматривается гидрохимия наиболее крупных притоков, химический состав атмосферных осадков, выпадающих на зеркало озера. Количественно характеризуется химический баланс Байкала. Особое внимание уделяется динамике биогенных элементов, путям миграции кремния, круговороту органического вещества и кислорода. Монография гидрохимии озера Байкал-Ватинцево является наиболее полным сводом знаний в этой области. До сих пор она служит настольной книгой для всех, кто так или иначе связан с изучением Байкала. В конце 1950-х – начале 60-х годов гидрохимические исследования продолжены Мизандронцевым, Мещеряковой, Верболовой, Кожевниковой и Горбуновой. Эти исследователи отобрали тонны воды и выполнили тысячи анализов. В это же время были обобщены материалы исследований гидрохимии Южного Байкала. Охарактеризован гидрохимический режим озера до глубины 300 метров в многолетнем аспекте. Исследована глубинная зона Южного Байкала до отметки 1400 метров. В 1962 году Ватинцев приступил к обработке и обобщению всех имевшихся на Байкальской лимонологической станции материалов, а также данных многолетних регулярных наблюдений сети гидрометслужбы. Впервые была представлена гидрохимическая характеристика 250 притоков озера и подробно описан гидрохимический режим 18 главнейших рек. По составу вод и гидрохимическому режиму все притоки разделены на 5 групп и отнесены к 5 типам. Его результаты не утратили своего значения до настоящего времени. Книгу используют как наиболее полное справочное издание под гидрохимией поверхностных вод региона. На основании указанных материалов составлены гидрохимические карты бассейна Байкала и карта гидрохимических фаций. В связи с проектированием и строительством Байкальского целлюлозно-бумажного комбината БЦБК в 1960-е по 1963 годы проведены систематические исследования южной оконечности Байкала на сети постоянных поперечных разрезов, а также изучены притоки озера в этом районе. Начаты работы с целью выяснения возможного влияния стоков БЦБК на состав байкальских вод. На многие годы это направление стало одним из ведущих и приобрело после ввода БЦБК в действие характер мониторинговых наблюдений. С 1962 года осуществляются синхронные лимнологические съемки всей акватории Байкала на 12 поперечных профилях до глубин 100 метров, равномерно охватывающих озеро. Их выполняли на шести судах одновременно, чтобы получить как бы мгновенную фотографию состояния Байкала. Результаты вошли в отчет национальной программы СССР, выполнявшейся в рамках международной биологической программы. В это же время были обобщены результаты круглогодичных комплексных наблюдений на сети постоянных станций в важнейшем рыбопромысловом районе Байкала-Селингинском. Исследования этого района были продолжены в 1971 по 1974 годы. Был обследован не только район Мелководья, но и Сары-Лагуны, Провал, Истовский, Посольский. Показаны изменения их гидрохимического облика, обусловленные подъемом уровня Байкала при возведении плотины Иркутской ГЭС. В 1967-68 годах развернуты исследования северной оконечности Байкала и впадающих в него рек. Необходимость гидрохимической характеристики района была продиктована намеченным строительством БАМа. В последующие годы проведены исследования влияния строительства БАМа на гидрохимический режим этой части озера, а также на озера бассейна Байкала. Проведено комплексное изучение озер бассейнов рек Верхняя Ангара, Кичера, Тыя, бассейна реки Баргузин в связи с планируемым здесь строительством агрокомплексом. При изучении баланса органического вещества и процессов его круговорота впервые была количественно оценена его роль в биологической продуктивности. Исследования первичной продукции показали, что ее годовые значения для открытой части всего озера составляют около 120 грамм под 1 квадратный метр. С минимальной величиной первичной продукции в Северном Байкале. Сезонный характер процесса первичного продуцирования определяет значительную сезонную изменчивость концентрации кислорода и биогенных элементов в верхних слоях озера. Развивая исследования баланса и процессов круговорота органического вещества в озере, Ватинцев количественно оценил его роль в биологической продуктивности Байкала. Для этого он предложил общую количественную схему биоэнергетической трансформации органического вещества пищевой цепи в биологиале озера. С 1976 года возобновлены исследования химического состава атмосферных осадков и частиц эолового переноса, выпадающих на зеркало озера. Эти работы позволили уточнить роль атмосферной составляющей в химическом балансе, оценить изменения, произошедшие с 1950-х годов. Они выявили локальное загрязнение атмосферы и показали его источники. В 1960-80-е годы возникла необходимость оценки масштабов хозяйственной деятельности в бассейне Байкала, а также антропогенного влияния на экосистему. Проводились исследования содержания фенолов нефтепродуктов как в самом озере, так и в его притоках. В это же время поставлен вопрос о разработке предельно допустимой концентрации ПДК-веществ, поступающих с осточными водами. Критерием служил принцип сохранения структуры видового состава и устойчивости гидробиоцинозов, постоянная температура и химический состав вод. Другими словами, концентрации сбрасываемых веществ не должны заметно отличаться от многолетних средних величин их содержания в питающих озера водах. Разработанные в соответствии с этими принципами ПДК были утверждены Министерством здравоохранения и Министерством рыбного хозяйства СССР. Много труда вложено в разработку генеральной схемы рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал. При этом значительное внимание уделено гидрохимической характеристике водных ресурсов и охране их от загрязнения. В 1975-76 годах подготовлен проект государственного стандарта качества байкальской воды. Математическая обработка свыше 700 полных анализов озерной воды дала средние значения и доверительные интервалы для отдельных химических компонентов. Показало, что их распределение как по акватории озера, так и по глубинам носит гомогенный характер. Мониторинг химического состава воды Байкала осуществлен Иркутским отделением Роскомгидромета РФ совместно с лабораторией мониторинга природной среды и климата. Итогом этих работ стала монография Ветрова и Кузнецовой. С 1990-х годов начался новый этап гидрохимических исследований, отличительной особенностью которого стали разработка и освоение новых методов анализа, тщательный контроль качества полученных данных, тесное сотрудничество с иностранными учеными. Так, в конце 1980-х, в начале 1990-х годов, во время двух международных экспедиций, выполнили работы по изучению состава главных ионов и микроэлементов на нескольких станциях от поверхности до дна в глубинной зоне озера по всем трем его котловинам. Результатом этих исследований стали публикации в журнале Limnology and Oceanology, которые еще раз подтвердили выводы предыдущих многолетних исследований о том, что концентрация главных ионов в разных котловинах озера и на разных глубинах в водах открытого Байкала одинакова. Наряду с традиционной тематикой по изучению гидрохимии поверхностных вод в 1990-е годы было усилено исследование химического состава, атмосферных выпадений, аэрозолей и малых газовых примесей, процессов на границе разделов вода-атмосфера, вода-донные отложения. В настоящее время гидрохимические исследования Байкала ведутся по следующим направлениям. Изучение переноса веществ в водной толщи озера в связи с биологическими и гидрологическими процессами. Изучение процессов в барьерных зонах. Река-озеро, атмосфера, водная толща, лед-вода, вода-донные отложения. Изучение речного стока в озеро, включая процессы выветривания и почвообразования на водосборе. Изучение гидрохимии Байкальских вод в литеральной зоне озера. В рамках комплексной междисциплинарной программы, выполняемой на постоянном полигоне в Южном Байкале. Изучение потоков веществ из атмосферы, аэрозолей и малых газовых примесей. В том числе мониторинговые наблюдения на трех постоянных станциях. Монды, Фоновая, Листвянка, Сельская, Иркутск, Индустриальная. Оценка химического баланса в озере, включая антропогенную нагрузку. И биогеохимических циклов ряда наиболее важных элементов. Современные исследования проводятся в рамках междисциплинарных программ с участием ученых из Японии, Германии, Швейцарии, Англии, Бельгии. Итоги международных исследований на Байкале, в том числе и гидрохимии воды, за последние десятилетия подведены в монографии Грачева о современном состоянии экологической системы озера Байкал, в которой дан критический обзор основных опубликованных ранее данных по содержанию химических элементов в байкальской воде, полученных российскими и зарубежными исследователями. Как показано в монографии, в некоторых адерах мира содержание главных ионов за период с начала промышленной революции 1930-х годов прошлого века возросло. По анализу многолетних исследований, выполненных в разные периоды на Байкале, цитируемый автор сделал заключение, что химический состав воды глубинной части Байкала относительно однороден на протяжении многих лет. Он детально останавливался на анализе данных, полученных в 1965 по 1981 годы в рамках государственной программы мониторинга Байкала, где имеется большой разброс по содержанию сульфата иона от 4 до 7 мг на литр. Такой разброс данных, по мнению Грачева, связан с неточностью определения, а не с поведением экосистемы Байкала. Последними гидрологическими работами установлено, что существенной частью механизма обновления глубинных вод является фактор солености. Показано также, что весь диапазон ионной минерализации, рассчитанный из электропроводности, составляет в Белагеале озеро от 94.3 до 95.5 мг на литр. Диапазон изменений ионной минерализации по вертикали пока не превышает от 0.5 до 0.7 мг на литр. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что вся ранее опубликованная информация, о якобы имеющей место неоднородности распределения главных ионах вода Байкала, и тенденция изменения их содержания во времени не имеет достаточных оснований. В таблице показаны основные этапы изучения гидрохимии озера Байкал за весь период исследований. Субтитры создавал DimaTorzok